Вот, батя, ответь на трею. Что там, где-то? Тапсан, на земле. Что у нас, 4 утра? Давайте на поддержку двое на блиндаж направим. Это что, в переводе с украинского доброго ранку? Это да, доброе утро. Шрокино называется. Или доброго ранку, когда там поют его. А самое интересное, братья, когда они нас три дня не поздравляли. Да, они решили отыграться. Соскучились. Я понял. Засумывал. Вот, батя, ответь Арпеев. То, что начали бить сначала непонятно, либо семерки улупили, либо с тура. На обтур, скорее всего. Скорее всего, обтур, да. Ударил с утра обтур по нашим позициям. Ну, он зашуршал четко. Мне кажется, тоже птур. Второй, да. А первое, что там летело? Первый птур был, это никак не семерка. И второй тоже. Два птура, да. Да. И начал сразу стрелковый бой начался. Начали накидывать потом с тяжелого уже. Пошел по ходу танчик. Пошел по ходу работать миномет. Оно даже не шуршит, но падает. Что-то такое непонятное. Может быть, эти польские минометы. Крен его знает. Есть выхлоп и есть где падает. А как лететь, не шуршит ничего. Тишина. И выхлоп не всегда стоит. Это уже пошла тяжелая. Это САУ далеко. Нема не выхлопов ничего, вот оно падает. Это как минимум САУ. Потому что галбиц у них Д-30 нету. Работают они только САУ. У которых есть артиллерия. А говорят, что такого нету здесь. Что не надо отвечать. В 4 утра они начали бой. Перемирие и... Не знаю, просто нервов не хватает. Это вот тяжелое. Тяжелое пошло. И вот как после против этого бороться? Чем? Чем тем более. Ух ты ёбка. Это что было? Это был снайпер. Снайпер, да? Ребята, аккуратно. Работает снайпер. Только что свистануло мимо меня. Я слышал. Слышал? Отогнал лучше, отойдите. Ну, пока что свистанул четко. У вас, батя, отвезь Шарпеев. Сейчас проводи. Что там у вас? Как продолжение? Они, походу, отход вызывают. Принял. Отход прикрывает, походу. Ну, это уже не первый раз, что они тяжелым отход прокрывать. Это, как обычно. О, видишь, дальше ложится. 120. Мне кажется, слушай, вот с того пансионата, понял? Краматорск. С того пансионата, походу, бьет снайпер, понял? Сейчас они передохнут, позабирают раненых и обратно пойдут. А вот сейчас бы, если бы в это время дать, минут через 20-30 наши дали им туда. И мы пошли вперед. Ну, нежданчиком. Уже было бы, ну, уже возле Мариуполя так бы были. Давайте уйдем, наверное. Ребята, давайте рассосали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова